всем привет мы с колей собираемся ехать на осмотр смотри как у меня щека видите да что прям сильно распухло очень жестко я сегодня с утра проснулся от того что короче у меня все болит да так болит что короче слов нету сейчас поедем на осмотр только как он будет смотреть я не знаю потому что я рот открыть не могу вот поэтому максимум что я вот говорить все дальше рот не открывается вообще посмотрит как-нибудь аккуратненько в общем такие вот у нас дела у нас время уже правда обед а я утром ничего не снимала потому что я убиралась в общем домашними делами занималась но коли вот только встал с утра проснулся короче то неплохо была температура поднялась сюда вот потом я уснул короче сейчас вот опять проснулся до меня в туле щекающие просто огромное одевать болит очень жестко все приехали сейчас коля пойдет осмотр где-то минут 5 10 наверное его не будет осмотр всегда очень быстро проходит но мы приехали что-то рановато потому что лучше не опаздывать как бы вот мне 50 не еще 20 минут короче ждать что-то реально рановато приехали ну да ладно на минут за 10 пойдешь может там никого не будет пораньше освободишься как вот рот открытия вообще не знаю вообще просто но это не открывается видите да камнящика огромная я не в том плане что знаете там боюсь там еще чуть-чуть она просто тоже все неприятно как бы там все-таки за ручку меня там держать не надо то есть так просто но ибо но неприятные все-таки процедуры естественно любого человека мне кажется поэтому вот как-то так да еще и врачей все ну просто у меня были знаете но опыт такой был когда делали просто как попало у меня там все заживало и так вот да не то чтобы опыта практически каждый раз такая фигня была вот придешь в платную бесплатную неважно просто как попало там все это сделают просто ну вот и поэтому сейчас я это вот по детству все это было когда вы знаете там молочные эти зубы там только вот это начали выпадывать там все это вот лечить надо было потом эти коренные зубы полезли и вот я помню что я вообще боялся к стоматологу зайти от слова вообще прям страшно было но часто как бы уже нормально да сейчас можно самому выбрать стоматолога которого не так страшно которым сейчас можно к стоматологу как бы зайти и сказать ему блин давай короче нормально делай то иначе потом может быть все очень плохо и все как бы можно мотивировать стоматолога а мы идем за водкой сейчас все расскажем коле просто надо делать водочные компрессы надо купить вот в общем коле нужно делать вот такой вот компресс грешно да нет она же не из холодильника ну в общем получается бинтик свернутый 8 раз обмоченный водкой и вот сверху пакетик целлофановый и так коли нужно сидеть полчаса не так два два раза в день такая фигня будем надеяться кто кто говорил да просто удалить видите как эта операция была реально то есть не не шутки так как бы никакие тяжело будем надеяться что поможет короче если не поможет это будет очень плохо все придется короче заново все делать это короче вообще жопа я поехала забирать максима из садика у нас это время пол шестого и на улице так светло аж как-то так необычно но мне это нравится я жду пока нагреется машина и поеду надо еще заехать в канцелярский магазин но я наверно с максом уже туда зайду потому что макс любит всякие там штучки для поделок тоже выбирать короче макс у нас любит канцелярский магазин мне кажется больше чем магазин с игрушками у нас кстати погода такая на улице классная но не холодно а на выходных вообще минус 5 обещают в субботу и воскресенье тоже ладно сейчас подожду еще минут 5 и поеду уже все у нас уже потемнело вот так быстро мы уже с максом сходили в магазин в канцелярский макс там себе купил что-то очень интересное каучи дома покажет мы сейчас поедем бабушки потому что максим что-то бабушки захотел съездить я думаю где-то на часочек мы сейчас там покатился да ничего не видно так темно ладно сейчас до бабушки доедем покажем что максим себе купил ну чё кидаешь максим в общем у всех уже давно есть такой осьминожка у макса ты чё отвернулся да у макса только-только вот появился давайте вот подожди давай покажем вот такие вот карандашики это в общем грим карандаши и можно ими рисовать на лице максим уже сразу хочет порисовать домой приедешь папа тебя не узнает коля кстати спит у нас что-то плохо себя чувствует мы сами давай посмотрим что там такие за карандашики да правда рисует ну-ка давай до проба не бойся не видно нет видно что будешь рисовать сейчас макс себе брови рисует я очень надеюсь что это потом все хорошо отмоется что это плохо плохо ну-ка посмотри сюда красавчик сейчас макс дорисует я покажу что у него получилось да мы не будем рисуем это яйца рисовать чтоб оп оп не получился котик котик котика максим хотел нарисовать не получилось сейчас смоемся и я попробую макси нарисовать у тебя как будто фингал но под глазом у котиков есть такой чуть-чуть уже приехали домой от бабушки время у нас уже очень много девятый час макс вообще не хотел уезжать да макси ты синий кот там у нас коля с температурой лежит 38 и 3 парацетамол выпил я хочу сейчас еще уши раскрасит кот наш и будет вообще красавчик да красиво молодец кстати вот эти карандаши или что это в общем они очень хорошо смываются водой прям буквально один раз проводишь мокрой рукой все смывается вообще класс я кот готов что не сдавал кровь как эта штука выглядит который сдавай кофе и вот такая фиолетовая курок такой а внутри это пастмасса да я нету так пастмасса фиолетовой вот так ок 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 и ну понятно все не больно было все хорошо прошло я себе чайкушечку купил я вот смотрел на прошлом видео я так разговаривал как будто я знаешь но короче по чем-то да тебе это не надо но лекарство и это самое и сейчас ну примерно так же до началось компрессы сидела это сегодня второй раз делал нет да вот только что убрал она знаешь как разогревает очень сильно я вот так вот и я прям чувствую как горячо становится но я вот получу еще вообще пока тебя не было я один раз только встал если ты спал если не спал весь день короче я проснулся в 7 утра уснул потом проснулся что надо ехать в больницу съездили в больницу приехали и опять уснул и вот это попроснулся время 8 а шкатку у нас уже новый день мы с бабушкой приехали в леруа мерлен тут ей кое-что нужно взять мне я хочу взять крючки такие на липучки пойдем ли тебе только за тряпочкой в общем кто хочет купить тряпочки которые для стекол они в леруа мерлен стоят 44 но уже засыхает везде не стоит по 100 по 150 рублей а здесь вот 44 да ну взять наверное партия которая еще такая убрали так и еще сейчас нам нужно взять получается пластинки окно в общем вот такие вот пластинки защита от мух они очень хорошо помогают от белокрылки вот так вот включаешь получается в розетку там пластинки стоит такая вот 77 рублей бабушка будет белокрылку убивать и кстати тут вообще немного вот мы последние забрали две штучки я купила вот такие вот крючки котик у нас тут смотрите какой по имени максим по имени этим попробовать приклеить их на дверь не гладкая такая как бы ребристая что не ровная поверхность в общем взяла две упаковки нам три крючка надо один лишь не будет вернее запасной чё падаешь силы все потратил макс на акробатику сегодня сходил как сходил расскажи отлично сегодня даже медальку его дали наклейку сегодня лайка уже свой страх поборол с коленок в мастик встать уже не боишься да молодец я просто в него падаю уже главное чтоб не головой так надо кота покормить еще поле у нас проснулся хочет съесть черный банан я хочу короче попробовать есть банан я не знаю получится у меня это или нет ну вот как-то буду сейчас пытаться он сейчас очень сладкий максим на пару ложек мы положили хватит ему ну да это у кота овсянка с курочкой он ее очень любит из круп можно коту давать овсянку гречку и рис рис он у нас совсем не ест не знаю почему не нравится ему гречку и гречку и овсянку ест так что у него такое не слишком разнообразно после овсянки гречка после гречки овсянка как-то так в общем я пошла вешать крючки и думаю что они должны хорошо держаться будешь помогать мне смотрите как я классно все это организовала тут я папка уже посмотрел в общем вот так вот теперь это будет выглядеть то то у нас на стираю на стиральной машинке все полотенца лежат это очень неудобно вообще неудобно я достаю наконец-то мы крючки купили персику походу тоже нравится есть запасной у нас там один достался будет запасной колес бананчика перешел на йогурт и говорит чтобы я шла за рыбой и готовить рыбу хочет вернее хочет чтобы я приготовила рыбу я тоже максимум чипом носки валяются мы с максом будем рыбу поэтому надо идти срочно за рыбой сейчас пойду я сейчас у меня такое состояние я просто не ем нифига ну я ем очень мало за день вот вчера я съел куриную ножку и все ну что ты так мало кушаешь ну вот так получается и сейчас я съел банан вот сегодня за день нет еще а я съел получается крылышко сегодня с утра сейчас время вечер я съел банан и вот йогурт у меня что-то силы короче меня прям жестко покидали так потому что надо больше есть да да больше есть поэтому святый говорит да хотя у нас там есть еще и курица и картошка ничего такое не хочет света просто вчера сказала выручу бы такое вкусненькое поесть что-то хочу не знаю что хочу если это может рыбу типа приготовить и все из этого момента я так хочу рыбу короче пошла я за рыбой в метро сходить за рыбой потому что рыбу очень хочет я с папкой останусь я думаю блин пойти ту же что и маленьких от прогуляться но с другой стороны я вот сегодня оделся вот сегодня хотел с тобой поехать оделся и вот пока одевался я устал так потому что не ешь ничего не никто плане что я устал а вот как-то щека начало ныть короче как-то ну вот такое да мне кажется тебе сейчас отлеживаться надо не ходить по магазинам там везде шарится короче буду лежать я вот я не спал кстати все время я вот лежал где-то на на я я уснул часов на на 5 и уснул и вот 45 минут я проснулся через 45 минут получается а знаешь почему я проснулся я проснулся опять весь вообще мокрый просто весь мокрый хоть выжимай температура поднялась что ли мне смирил нету ничего 366 просыпаюсь второй раз туда какими я просыпаюсь весь в поту просто жарко в общем пойду я в магазин у нас уже он такая вот темень я правда не очень люблю по такой темноте ходить но придется колю надо кормить и макса тоже надо сделать вот сейчас вместе с которыми потихоньку да просто придется по медленному я маленько прогуляюсь надо же тоже все же воздухом ты тоже хотя там воздух такой не свежий ну там как в газовой камере ну хотя я думаю дом-то в соседнем сайте ветерочек был мне кажется маленько там все равно раздуло а сейчас что-то я как-то не заметил был был на так из машины в машину ты хочешь чтоб я одна пошла на короче понял ты сиди дома короче он за меня беспокоиться за тебя нет ну я уже это поняла что она там здоровая здоровая ну а я маленький да в этом смысле в другом у нас не нельзя даже улыбаться я думаю ты меня смешишь тут здоровая здоровая мама говорит здоровая не могу блин ты че там шаришься кот кстати мы вот эти личи купили так и не доели кстати мы в этой вот будем готовить рыбу сегодня я так думаю так я живем помоем ты чего и в этой мы будем готовить заколебал лазит бегать прыгать волосы с него летят его прям смотрю будил прямо что волос ну ты вот тут шоколадки свои оставляешь он здесь тоже лазит у нас а когда тебя дома нету кто его прогоняет короче ладно пошла я буду одеваться хорошо в общем я вернулась из метра я не стала покупать лосось потому что он там стоил 1800 рублей за килограмм представляете какая-то золотая рыба мы ее брали по 1000 за килограмм да а тут 1800 почти в два раза дороже короче я не стала ее брать потому что это я в короче экономию наш семейный бюджет я взяла скумбрию между прочим это тоже очень вкусная рыба сейчас я приготовлю а сколько скумбрия вышла а кстати скумбрия была по со скидкой 50 процентов так она стоила 350 по моему за килограмм ну и со скидкой 50 процентов короче я за нее дала 260 рублей там килограмма полтора что вышло типа такого вот 250 рублей представляете и 1800 за килограмм так что я сейчас буду готовить макс уже тоже хочет рыбку кушать максу кстати очень понравился этот осьминожек с ним не расстается и в садик его тоже брал а максим у нас решил поесть банан как папа это выглядит мерзко в общем вот такая вот скумбрия выглядит мерзко максим говорит а это вообще такая рыбка скумбрия называется в общем здесь у меня смесь ну в общем для рыбы специи добавила сюда соли немножко маслом все это чтобы смешать можно было все теперь обмажу сейчас вот этим вот всем делом скумбрию внутри и снаружи еще лимончик добавлю туда и поставлю запекаться в духовочку показывать пожалуйста иди за тот стол там готовь тебе уже готовы показывать до она сейчас выглядит мелко как будто укусит тебя сейчас да как будто еще тот кто-то выездил там в яйцо напрыгнет вот так вот у меня получилось сейчас я все это запакую плотненько и отправлю в духовку макс уже тем временем 2 банан точит голодный пришел в садик ну куда наконец-то перестал шуметь ничего да он там парит в общем рыбка приготовилась это я там говорялась проверяла ее на готовность в общем то она готова осталась вот у нас картошечка картошечку будем круглую кушать она какая-то сварилась какая-то еще не сварилась короче как-то не знаю видимо сорта разные может быть в общем сейчас я буду всю эту красоту разделывать извлекать филе для макса и для коли мы с максимум как малые дети короче света сейчас нам будет это чистить максим давай кушать будем делать что-то серьезное на сейчас посмотрим в чем там делает это что-то серьезное для кого-то кота мисюльки делает понятно тебе но я поняла очень серьезно ну да максим пробуй ты первый колья свое поставил на балкон ощущение что она какая-то не очень почему не распробовал да это вкус я не понял вкусно да можно кушать да ну вот кот тоже пришел кушать ровно лучше на балкон поставить горячая да ну не вкусно будет если остынет максим мне звонили только что в больнице спрашивали завтра с утра могу ли я приехать или нет во сколько в 9 утра что-то ответил не могу не просто время стоит там на вечер как бы на вечер нормально на утро что-то я не готов для нафиг это все пробки собрать там с утра ехали тем более с утра будет очень тяжело вставать мне потому что я себя чувствую не очень короче не а знаете где моя рыба она была вот здесь я уже все рассказал мама обманывает короче макс понравилось следующий ты на пробу сейчас попробую ох уж это рыжая мордашка не знаю можно ему рыбу такую или нет а посадки будем уже заканчивать видео макс там умывается сейчас будем отдыхать очень подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите комментарии всем пока